Здравствуйте! В эфире программа «Территория здоровья». С вами Инесс Потапова. Многие думают, что телемезицина — направление молодое и пока еще мало используемое на практике, но это не так. Его история началась задолго до появления компьютера, во времена телеграфов, а это около 160 лет назад. В середине XIX века был изобретен электрический телеграф. В медицинских целях такая связь применялась, в частности, во время гражданской войны в США. Воюющие стороны заказывали таким образом медицинские принадлежности, передавали списки погибших и организовывали консультации. Следующий шаг развития — телефон. Аудиосвязь позволяла также провести некую консультацию и передать данные. Далее — персональный компьютер и интернет. Проконсультироваться с доктором сегодня можно в любой момент и в любом месте с помощью различных приложений и средств связи. Если компьютера или смартфона у пациента нет, врачи проводят консультации по телефону. Для этого нужно позвонить в регистратуру Центральной городской больницы по номеру 260100. Смена врача, ведущего удаленный прием, длится 12 часов. Так пациент может находиться в контакте с врачом в течение дня. Врачи ежедневно обзванивают пациентов и узнают их самочувствие. При ухудшении состояния, то есть при повышении температуры, допустим, пациент жалуется, что у него одышка усилилась, что появились боли в грудной клетке. Сразу же в этот же день направляется мобильная бригада для того, чтобы провести непосредственно осмотр и оценить состояние здоровья и определиться с дальнейшей тактикой ведения пациента. Держать связь с доктором можно и с помощью видеоконсультации. Одну из таких провели Марине Валерьевне. Ее 90-летняя мама лечилась на дому. Врачи следили за ее состоянием по видеосвязи. Каждый день мы ходили, оксигенацию проверяли, слушали ее. И вот через 14 дней сатурация начала подниматься. Была 89-90. И вот в конце уже стало 92-93, и вот уже 94. И она у нее все время, мы с ней на связи. Температура, давление. Состояние у бабушки было тяжелое. Очень переживали за нее. Но, слава богу, она выжила. Врачи бесподобные. Это в любое время в суток я обращаюсь, ночью. Даже вот тут что-то с мамой плохо. Это всегда по связи. Всегда получишь нужные рекомендации, что делать. Непосредственно даже вот у мамы был повышен сахар. Непосредственно здесь же консультация с эндокринологом. Широко используют возможности телесвязи врачи всех уровней. Это особенно актуально для отдаленных районов. Сельская телемедицина представляет собой дистанционное общение между врачами фельдшерско-акушерских пунктов и коллегами из центральной районной больницы. Ну, видеоконференция у нас проходит по мере необходимости. Не так часто. Фельдшера у нас справляются. Ну, раза четыре в неделю можем связаться. В основном, если такие ситуации, когда они не могут сами справиться. Например, консультации, когда гипертонический криз не купируется или не могут они ситуацию выяснить. В нем они там есть или нет связываются. Потом связываются насчет дообследования больного. Тоже, чтобы больной сюда не приезжал. Юрий Васильев работает водителем школьного автобуса. Утро перед выходом в рейс начинается с медосмотра в ФАПе. Юрий страдает от повышенного артериального давления. Фельдшер высушивает жалобы больного. В случае необходимости связывается с врачами из ЦРБ. Врач, находясь по другую сторону экрана, может осмотреть больного и узнать симптомы. Рвоты не было? Рвоты не было, не тошнево? Не было сегодня. Все нормально, ничего не было. Таких жалоб нет. Хорошо. А в области сердца, за грудиной не болит, ничего не давит? Дышать ему хорошо, отдышки нету? Отдышки нет. Нет. Отдышки нет. Прекрасно. В данном времени нет. Напиши, пожалуйста, ему общие анализы крови, мочи. А мы его на завтра на биохимию запишем. Особенно это удобно людям с хроническими заболеваниями. Прежде для контроля за состоянием им приходилось являться на прием. Но каждый день это невозможно. А через интернет запросто. Ну, удобно консультироваться. Там все равно в конце породы сидят врачи. С ним спросить, узнать лучше. Да. И они немножко какой-то совет дают. Со временами медицина намного лучше стало, чем раньше. К концу этого года все ФАПы Республики будут оснащены высокоскоростным интернетом. Это позволит улучшить качество оказания медицинской помощи в отдаленных районах. У нас очень большой объем рутинной работы. Это заполнение и значительного количества различных журналов, число которых их доходит несколько десятков. И поэтому наша задача в этом году не просто подключить к интернету, а прежде всего сделать удобные рабочие места для наших фельдшеров. Мы полагаем, что до 80-90% объема рутинной работы будет уменьшен. То есть это от бумажной блоки ТМСВ-1 для того, чтобы им намного больше уже в разы времени можно было уделять именно пациентов. Одна голова хорошо, а две лучше. Это народная мудрость в высшей степени применима к медицине. В переводе на латынь – консилиум. Если раньше к постели пациента врачам приходилось добираться из разных мест, то теперь это происходит с помощью того же интернета. Больше того, телемедицина значительно расширяет состав консультантов и экспертов. Врачи могут консультироваться с именитыми коллегами из других городов, со специалистами федеральных профильных центров. Ну вот еще вот у нас был один интересный случай. Значит, из-за района поступила информация, что девушка повредила позвоночник. На КТ-картинках у нас возникло подозрение, что перелом произошел на фоне патологического процесса. Мы заподозрили туберкулез позвоночника, оформили заявку на федеральный уровень в противотуберкулезный диспансер. Коллеги из федерального уровня подтвердили данную нашу догадку. После стабилизации состояния больного они забрали больную к себе, прооперировали. После проведенного в Москве оперативного вмешательства больная на дальнейшее восстановление переведена в нашу республику. Настоящий момент на чувство себя удовлетворительно. Чаще всего за помощью к чебоксарским коллегам обращаются врачи из районов. На связи с Республиканской клинической больницей травматолог из Канажского межтерриториального медицинского центра. У него сложный случай, опять позвоночник. В общем, по поводу вот этого больного с переломом позвоночника, с документацией мы ознакомились. В общем, посоветовались с заведующим, с главным нейрохирургом. Пришли к такому мнению, что апеллировать его не надо. Просто провести его консервативно, дыхательные и физиотерапевтические процедуры. Ну, как положено, потом отпустите. В настоящий момент просто пока исключить вертикальную нагрузку и занятие РФК. Ну, поняли. Исполнили. Перелом позвоночника – серьезная проблема. В данном случае все закончилось хорошо, но в некоторых ситуациях повреждения несут за собой серьезные негативные последствия. Человек, получивший травму, ну, как минимум ощущает боли в области перелома, которые усиливаются при попытке совершения каких-либо движений. Самое грозное последствие осложнения позвоночника – это когда страдают нервные элементы, которые являются частью позвоночного столба. Это корешки спинного мозга и непосредственно сам спинной мозг. Смысл наших операций, скажем, если в такой ситуации требуется операция человеку, то речь идет о восстановлении, в первую очередь, опроспособности позвоночника. И цель задачи реабилитации – уже адаптировать человека к новым условиям, чтобы он мог как-то себя обслуживать, как-то мог передвигаться. Еще несколько лет назад казалось, что пациенты с серьезными травмами позвоночника на всю оставшуюся жизнь останутся прикованными к постели. Но сегодня все изменилось. И произошло это благодаря появлению медицинских экзоскелетов. В 1890 году российский изобретатель Николай Ягн запатентовал так называемый «Эластипед», предназначенный для облегчения передвижения солдат. В основе механизма лежала система пружин, увеличивающая силу человека при движении вверх. Однако рабочий прототип так и не был создан. Первый рабочий экзоскелет появился в 1960-х годах. Механизм весил 680 кг и был способен поднимать грузы весом до 110 кг. Но и эта разработка потерпела крах из-за тяжелой конструкции и медленной работы. Несмотря на то, что первичной областью применения экзоскелетов была именно военная отрасль, технология роботизированных костюмов – это серьезный прорыв, способный вывести медицину на качественно новый уровень. Валерий Никитин несколько лет назад попал в серьезное ДТП. Врачи сообщили ему плохую новость – ходить не сможешь. И тем не менее, ему хватило храбрости не верить в удручающие прогнозы врачей. В итоге, хоть и ненадолго, но он смог встать на ноги в прямом и переносном смыслах. Что бы сказал ребенок, который первый раз пойдет самостоятельно в первые шаги делать? Я не знаю, какое ощущение у него. Но мое ощущение, подумайте, если человек сидит несколько лет на инвалидной коляске, и тут вот увидел тебя в боли, встал и пошел своим ходом. Ну, это вообще, я же говорю, на грани фантастики. Там неописуемый такой восторг. Словами не передать по-другому. Ну, конечно, изначально был страх в глубине души, волнение. Ну, как друг по-другому. Други это... Нет, вот, сзади поддерживают. Для реабилитации пациентов с ограничением функций верхних конечностей тоже используется роботизированный комплекс. Фиксируем пациента согласно программе. Определяем его местоположение. Компьютер находит пациента. И задаем программу. Вот, сейчас мы с тобой сыграем в игру пожарные. Нам с тобой нужно будет потушить пожар. Ага, держим, держим, пожар тушим. Держим, держим, держим. Выше, 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 выше. Достаем далее. Вот, молодец. Благодаря современным технологиям реабилитация пациентов с ограниченной подвижностью проходит значительно эффективнее, чем раньше. У робота есть мозг компьютеризированный, который считает процессор. Специально есть, как пациент двигается и задает тем скорость движения. Ну, конечно, управляет этим инструктор. Экзоскелет используют только для реабилитации в больнице или же можно его использовать и на дому? Разрабатываются на сегодняшний день такие роботизированные комплексы. Они, конечно, не будут такими громоздкими, они будут наиболее легкими, будут легкими в управлении для того, чтобы пациент мог сам использовать. Даже двигаться по какой-то наклонной поверхности. Это, прежде всего, я считаю, социализация для пациента. Они становятся активными участниками. Они даже, могу сказать, активнее многих нас, потому что они хотят добиться, хотят дальше двигаться, специальности осваивают, учатся дальше. Настолько они активные. Даже могу сказать, один пациент у меня постоянно присылает мне ролики, как ему специальные родственники купили мопед какой-то, он передвигается по улице, везде очень активно участвует в жизни. О главных направлениях развития здравоохранения, об уникальных специалистах и технологиях поговорим в следующих выпусках программы. Берегите себя и до встречи на территории здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова